Всем здравствуйте! Скоро 9 мая, День Победы. Я решил почитать письма на времен войны с 1941 по 1945 год. Многие спросят, откуда они у меня. Какие-то я купил на барахолке, какие-то принесли ко мне в магазин. Просто с пачкой документов, либо старых открыток. Вот это вот письмо 1943 года. Это письмо 1942 года. Прочитать их очень тяжело, потому что почерк бывает неразборчивый, и на одно письмо уходит порой по 5-10 минут. Но я вам прочту сегодня историю одной семьи. Вот это вот оригинал. Это вот просто в компьютерном виде. Здесь мама пишет сыну. 1943 год. Сын находится в 3-й роте 5-й взвод. Ему сейчас, получается, 15 лет. Здравствуй, дорогой мой сыночек Юрик. Я сегодня получил твое письмо от 13-го, 11-го, 43-го. Я не знаю, что это значит. Я тебе на каждое письмо отвечаю, даже промежутко к нему. И думаю, может быть, причина та, что я думала сначала, что твой адрес военный, и посылала письма без марок, и адрес писала не ВМСЭШ, а на почтовый ящик 30. Но факт тот, что я послал письмо 1-е сентября. Юрик, очень жаль, что мои письма не получил. Я так много тебе писал о том, что в жизни пригодится. А все же ты сходи на почту, может, они лежат, как неоплаченные. Юрик, ты спрашиваешь, как мы провели праздники? Я тебе уже о них писал о предыдущем письме. Но еще повторю, что очень невесело. Была тетя Надя, сидели дома, отдохнули. Ну, Юрик, я тебе вот что сообщу новость. Валя нашу получила медаль за барону Ленинграда. Валя учится в 6-м классе. Принеслась, как на лошади довольная. Она сейчас толстая, румяная, так что я довольна этим. Но с питанием приходится устраиваться так. Она берет карточку школьного питания. Утром пьет с нами кофе с хлебом. А что ей дают на завтрак? Обед, ужин. Она все съедает в течение дня. Хлеб получает 500 грамм. 400 грамм приносит домой. И вечером с нами обедает. Мы с ней теперь ладим. Она меня слушает. Но, Юрик, ты знаешь, что на паек не проживешь. Приходится докупать. А цены страшные. Зелень свежая. Мы уже съели. А капуста у нас еще много. Так что думаю, что и есть как-нибудь будем лишь бы здоровыми. Но, Юрик, я здесь испугалась. У меня на правой груди вдруг обнаружился какой-то шарик, шишка или опухоль. Мне уже мои дорогие знакомые и некоторые врачи предложили, что рак. Но ты знаешь, мне некогда ходить по врачам. Да я и не люблю. Сходила к трем. А дальше и не пошла. Потом оказалось, что от физической работы увеличилась железа. Ведь у меня теперь нет Юрика, который бы мне мог помочь маме. Поэтому приходится самой. Юрик, наш папа прислал 4 метра дров. Свежий, резкий, да и получил и я. 1 метр. Теперь мы с дровами. Живем по-старому. Смотреть ходили кинокартины. Новое похождение швейка. Играет швейка артист Тенен. Так ничего картины, но я думал увидеть больше и остроумнее. Еще у нас зажгли у каждого дома наливные фонари и на лестницах. Конечно, синие лампочки, а поговаривают, что вообще по главным улицам дадут свет. Юрик, я тебе искала книги по морскому делу, но таких книг нигде нет. Я спрашиваю у знакомых. Юрик, а тебе прошлую субботу еще послало 200 рублей. Юрик, по вашему мудренности я тебе буду денег посылать. Меня радует, что, наверное, теперь большой и толстый дядька. Как бы я тебя с удовольствием погладил и посмотрел. Не знаю. Когда настанет тот момент, Юрик, не забывай маму. Поверь, что у тебя найдутся друзья, которые тебя будут любить. Но так как мама тебя любить никто не может, где бы ты ни был. И какой... И какой и не был для мамы любимый сын. Юрик, веди себя хорошо, не порти себе жизнь глупостями, не делай глупых поступков, как бы они тебе не соблазняли. А то есть такие поступки, что потом всю жизнь не исправишь. Я тебя прошу, не стесняйся, маму. Пиши подробно, посоветуйся со мной. Мама твой лучший друг. Ну, сыночек, до свидания. Привет. П.С. Тетя, Надя, Вали из счетной конторы. Целуй моего дорогого сыночка. Желаю быть здоровым, умным. Привет, Юрика. Аминь его. Твоя мама. Это письмо пишет сестренка брату. Вот это оригинал письма. Это вот оно уже напечатано. Здравствуй, Юрик. Сейчас я в школе. Кончились уроки, мне нечего делать. Я решил тебе написать. Я тебе писала 12.12.43. Не знаю, получил ли или нет. Мама тоже тебе тогда и написала. Вообще, мама писала много писем. Мы удивились, почему они не доходили. Но недавно нам пришли обратно два письма. Мама опять тебе их послала, наверное, получишь. Вчера я написал тебе письмо папа. Не знаю, послал он или нет. Вчера получил твои отметки. Мама очень довольна. Отметки хорошие. Я тоже учусь в шестом классе. Отметки пока ничего погибли. Я пришла домой. Мама стирала и мыла пол на кухне. Я тоже вымыла пол в комнате маленькой. Сейчас собираюсь идти к тете Наде пилить дрова. Папа тоже сейчас должен прийти. Но теперь работает он здесь на Охте. Все живы-здоровы. Просковья Степанова живет с нами. Тетя Нада поправилась, а тетя Фрида как поправилась, что не узнать. С домом у нас ничего не случилось. Все на месте. Сейчас эти дни совсем в городе большие... Сейчас эти дни во всем городе большие обстрелы, что даже в газете посвящаются целые страницы. Стреляют где-то близко. Бомбежки сейчас нет. Я даже забыл, как бомбы летят. Не сглазить бы. С питанием пока ничего. Я, конечно, питаюсь в школе. А вечером ем с мамой. Конечно, хуже кормить, чем летом на огородах. Но уже и писать нечего. Читаю сейчас Тургенева. Отцы и дети. Только что прочла Майн Рида «Всадим без головы». Советую тебе почитать как раз по тебе. Кинофильмы сейчас все новые. Два бойца. Жди меня. Наташка. Полтавка. И другие. Кино много. И ходить не хочется. И вообще скучно. Только и весело, что учиться. А учимся мы сейчас отдельно с мальчиками. Они в 79-й километр, где ты учился. А мы опять же. Правила очень строгие. Много новых уроков, как и танцы. Вообще сейчас много спрашивают. И строго. В квартире все в порядке. Горит электричество. Идет вода. Горит радио. Сейчас по радио все время консенты и интересные передачи. Но только все о немцах. Кажется, и конца не будет этим немцам. Скорее бы кончилась война. И можно было бы опять жить по-старому. А то на улице темно, хотя у домов и горят синие лампочки. А когда идешь по улице, так и кажется, что начнется обстрел. Я не представляю себе, как это я буду убитым или раненым. А ведь многие так же не думали. И вдруг их убивают или ранено. Поэтому сейчас даже далеко от дома не отходим. А в школу да домой. И потом обратно. Мама на работу и обратно. А далеко ходить даже незачем. Ничего нет интересного. Скорее бы кончилась война. Немцев на фронте бы хорошо бьют. Как бы и шли дальше. Быстро бы выгнали из нашей земли. И опять зажили бы по-старому. Надо уже скоро кончать. А то записалось. Скоро опять напишу. Дня через два. Что нового будет. Все напишу. Напишу, как справим 1944 год. А также чем будем встречать. Мама тоже тебе пишет. Почти что не каждый день. Теперь и папа будет писать чаще. Также пиши. Больше писать нечего. Писал бы и время есть. Юрик. Письмо, наверное, придет как раз к Новому году. Так что поздравляю. Желаю хорошо учиться. Скоро уже кончится вторая четверть. Больше писать нечего. Кончаю. До свидания. Скоро опять напишу. Ты пиши. Получил ты мое письмо хоть одно? Или нет? Привет от мамы. Папа. Тетя Надя, тетя Фриды и мамины конторы. Плохо писал. Виноват Герман. Он провел мое письмо. Прервал мое письмо. И теперь поэтому надо спешить. Герман. У нее зашифровано, что это немцы. Она там в другом письме пишет, что Герман это немцы. Это письмо от отца к сыну. Это оригинал. Добрый день или вечер, сынок. Вот и первое письмо получил от тебя писаный 1 декабря. Вина в том, что я нахожусь теперь в городе. Письмо лежало в части на Ладожском озере. Так что письма пришли прямо на дом. Я тебе пишу это четвертое письмо. И в предыдущих письмах задал все вопросы, которыми я интересуюсь. Если получил, то, надеюсь, ответишь. Юрик. Это письмо пишу 22. Первый вечер. После буйных канонад. Наконец проклятых немцев отогнали от города Ленина. И вот уже три дня, как город больше не обстреливается. Юрик. Мы дома все живы-здоровы. И пять дней болел гриппом. Но теперь поправился. Дома бываю не каждый день. А больше приезжаю в субботу вечером. С таким расчетом, чтобы воскресенье утром напилить дров на неделю. В Ленинграде ничем зима не крепкая. Самые высокие морозы были дня два. Минус 12, минус 13 градусов. А то и больше. Минус 2, минус 3 градуса. Я тебе писал, что хочу получить права шофера. Так что эти дни, или вернее недели две, придется поездить на машине по городу. Изучить правила уличного движения. А потом, если сам сдам и получу права на вождение машины, тогда стану шофером. В данное время, а после войны видно будет. Юрик. Как я вижу из твоих писем, что ты первое время скучал, и у тебя желание было получать каждый день письмо. А также отвечать. Но учти, одно письмо написать надо затратить час или больше. Если у тебя ограниченное время, то выбирай у себя систему. То есть, в неделю одно письмо посылай домой. Этого для нас будет вполне достаточно. Но скоро, как видим, у проклятого немца отгоняем далеко от Ленинграда. И будем надеяться, что школа, в которой ты учился, вернется в Ленинград. Тогда будем часто встречаться. До свидания, сынок. Остаю всех жив и здоровы. Того и тебе желаю. Целую твой папу. Сын Юрий Казимирович погиб в 45-м году. Похоронен в братском надеде в советских войнах в городского городского округа. Награжден орденом славы третьей степени. 17 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok